Тонкая копия вышла, у него на голове какая-то кастрюля, грубо говоря, она красным цветом и вверх куда-то уходит под ключ. Хорошо, так будем поднимать? Да. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он нас не видит. Он полностью в этой кастрюле до подбородка. И ему разряд идет, он его как трясет. Ах, вот как. Хорошо. Скеннер, просканируй сейчас эту кастрюлю, выведи ее из биополя полностью. Все посопутствующие чипы, датчики, импланты выводятся вместе с этой кастрюлей. Все до последнего проводка. И как выйдет, силом его намерения отправляю в клетку-тюрьму. А кто? Александр, вы меня слышите, видите? Хорошо, что я здесь. Да, я вас слышу. Отлично. Вы даете свое согласие нам на работу, на проверку? Да. Другой команды, значит, три. Скеннер сканирует пространство над головой Александра, под ногами 360 градусов вокруг него. Скеннер сканирует все семь тонких тел Александра. Находит все. Знаешь, я смотрю по телу, насыщенное из низа, красное, оранжевое, желтое. До зеленого доходим, оно насыщенное, но оно как-то слабое. Он все близко к сердцу принимает. Он анализирует, думает, но энергии есть. Это ослабляет защиту сердечной чакры. Анализ, конечно, должен быть, но нельзя пропускать его до такой степени через сердце, чтобы ослаблять сердечную чакру. Итак, здесь у нас каналы, Вера. Сейчас я до конца дойду. У него ничего больше нет, кроме этого. Хорошо. Один канал конструкции есть только. От конструкции выстраивай каналы ко всем ответственным. Один, два, три. Где бы они находили силы моего намерения, притягивай в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Два Грея. От Грея выстраивай каналы ко всем другим ответственным. Один, два, три. Притягивай всех, с кем связаны Греи. Да, будет так, а так и стоит в клетке. Рептилоид. Итак, один репт, два Грея. Какой репт? Сто. Сто. Кто ты? Военный, лаборант? Нижний чин военный. Нижний чин военный. Хорошо. Вы любители, я смотрю, током биться, да? Чья эта идея была? Это разряд Грея. Грея. Отлично. Грей получает по 70 тысяч герц удара. Каждый. Один, два, три. Удар. Хорошо, Грей, вы любите бить током. Я начинаю с 70 тысяч, закончу сегодня одним миллионом. Если вы дойдете до этой черты. Не надо, не надо. Не машет руками. Не надо. Вы хотели... Мы думали, тебе понравится. Мне понравятся подключки на то, которые вы установили на моего клиента? Что мне должно здесь понравиться? Это какая-то новая разработка? Да. Они головой кивают. Каждый. У меня просто слов нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Сколько вы находились в этом биополе? С этой подключкой? И как вы зашли в его биополе? Я слушаю. У него ловили неделю. Не неделю. Пять идет. Пять дней. Хорошо. Пять дней. Ловили. Ловили и пытались осадить на него эту конструкцию. Но он как отталкивали его энергией. И какой-то момент был, когда вы смогли это сделать? Где там слабина была? Они показывают место какое-то. Но это не дома. Нет. Это место какое-то. И там есть другие люди, другие энергии. Какой-то шум, как гул такой небольшой. Ну, работа, наверное. Это все ослабляет его защиту, которую он ставит. Других у него нет. Они перемешиваются с его энергиями и ослабляют. И вот тут они смогли надеть эту кастрюлю. Здесь мне все понятно. Даю команду тонкой копии Александра спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Также выстраиваются каналы к этой конструкции Греев и рептилоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкой аббрационной энергии откат от всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, неуверенности всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Они дают информацию, что к нему они подключились именно потому, что он о них знает и может быть им преградой в дальнейшем. Конечно, будет вам преградой. Если еще так получится, он даже станет когда-нибудь нашим учеником. И тогда я его научу действительно профессиональной работе. Нам это невыгодно. Мы испытываем наши лучшие эксперименты. Грей, вы знаете. А таких, как он. И на таких, как мы, вы тоже испытывали эти инструменты. До сегодняшнего дня мы выиграем у вас со счетом 2000-0. Мы все нашли и будем находить всегда. Вы не понимаете, какие за нами стоят технологии и какие силы за нами стоят. Неужели ты думаешь, мы будем стоять и смотреть без сопротивления, как ты будешь устанавливать кому-то в голову чип или какую-то кастрюлю одевать на голову? Они спрашивают, а на ком нам испытывают тогда? Друг на друге. Он на рептилоиде используйте. На ком угодно, только не на душах. Если есть законы мироздания, вы знаете, если он не давал вам своего согласия, вы не имеете и не разбрасываться своей энергией, вы не имеете права входить в его биополе. Сейчас вы вошли против его воли. Соответственно, вы нарушили закон его права свободного выбора на свои энергии. И вам займет сейчас межгалактическая полиция. Это все, что я могу сказать. Посмотрели на рептилоида и задумались. Но рептилоид нам не мешает, а вы мешаете. Понятно, он вам не мешает, а мы мешаем. Рептилоид сотрудничает, если вы будете сотрудничать. С вами? Кивает. Хорошо, с вами сотрудничать. А как ты думаешь, для чего у меня живая плазма? Для того, чтобы я с вами сотрудничал или для того, чтобы я с вами воевал? Это их огорчает. Вот, видишь. И ты мог бы поделиться этой плазмой. Они дают коробочку. Опять, Вера? Это что? Второй лиц? Ты можешь ее положить. Серьезно? Нет, Грей. Так легко я вам, конечно, свои секреты не буду отдавать. Итак, реверс, Вера. Закончим. Устанавливай фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Александр забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает. Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Все, что на его чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Я мог бы поделиться. Это непосредственность. Она меня умиляет просто. И пока реверс идет, сканер, просканируя. Осталось что-нибудь еще в Александре, что мы не обнаружили. Нет, он чистый. Реверс закончился. Ему вернулась уверенность. У него мягкость. Вот в сердечной чакре у него какая-то мягкость. Хорошо, Александр. Подумайте над этим. Потому что воин должен быть немножко иметь другие качества, кроме мягкости. Мягкость, безусловно, важна. Но иногда надо сказать, нет, это не должно все-таки быть как камень, как железо. Итак, мы все убрали. Включаем внутренний белосет Александру. И он этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низкоаберационное. Остаточная энергия на частотах ретилоида Греев и кастрюли. Все выходит, формируется перед ним шар. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро. Под шаром уходит на переработку. В чистую, первичную энергию закрываю, опечатаю, растворяю. Подхожу к Александру. Помогаю моей энергией отстегнуть ему канал на счет три. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Ли, я прошу выйти тебя со мной на связь. Ли на связь. У меня здесь военный рептилоид, начинающий с сто. Два Грея, которые установили кастрюлю на голову человеку. Кроме того, они его били электрическими какими-то разрядами. И это у них эксперимент. Мы всех забираем в кастрюлю тоже. Хорошо, благодарю тебя. Готово. Давай заправим Александра энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии, какая частота и браться. При 180 и 24. На счетрию макушку головы Александра начинает поступать семь высокоэбрационных потоков по 380% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливается. И необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Подошли. Поднимем еще сердечную чакру и коронную до 28 Гц. Сердечная и коронная чакра поднимаются до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Активирую в его биополимик Меркабу. Есть. И покрываю Меркабу крошкой живой плазмы. Защита действует. Защита активирована. Готово. Хорошо. Александр, как вы себя чувствуете? Мы закончили чистку, проверку. Я себя отлично чувствую. Мне понравилось изменение вибраций в моих чакрах. Это очень заметно. Отлично. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточки, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Благодарю. Во благо. Готово. Отключаемся от объекта.